Всем привет, дамы и господа, с вами Илья Карифан, я нахожусь в своем офисе, где уже 6 лет, вот, даже скажу, 6 лет являюсь дизайнером, меня поздравила моя компания, но мне в гости пришел парень, через дорогу перешел от самой великой компании, компания Яблоко, которой мы все пользуемся уже много лет, Виктор Багуцкий. Всем привет, программист, талантливый парень, более того, он много лет являлся в нашем обществе, ну никак много, 2 года или 1, в нашей улице эмигранты, так что у нас с ним много общего, много дней рождения, всяких baby shower, короче, все, что на нашей улице, несмотря что он там не жил, он является прихожанем нашей улицы эмигранты, и он только что уехал, а он получил работу здесь, и очень много интересного он хочет нам рассказать, что нам. И особенно людям, у которых интеллигентный мозг, или мозг интересный, такое программирование, тестера, компьютерщика, или просто современное размышление, давайте послушаем, что Витек нам сказал. В первых, Витек, скажи нам двух слов. Пойдем, пойдем в другую комнату, здесь, вот сюда. Скажи нам, чем ты живешь, откуда, как давно приехал, и кто ты вообще? Я сейчас работаю фронтенд-разработчиком, использую JavaScript, ну такой язык программирования, поэтому я всем советую людям, кто хочет как-то пересесть со своей нудной, может быть неинтересной или тяжелой работой куда-то в офис, то одним из способов это программирование. Программирование, тестирование, все что угодно. Но это та область, где нужно сначала приложить какие-то усилия, сразу взять и начать это делать не получится, нужно какое-то время, чтобы учиться. Скажи, ты с молодостью был разработчиком, или ты учился на это, как ты вообще дошел до этого? Я работал в разных компаниях, на разных проектах, но так сказать, чтобы я был в какой-то области специалистом, я бы так не сказал два года назад. Но два года назад я решил, что, наверное, пора сконцентрироваться, и я этот же совет даю всем остальным, сконцентрируйтесь на одной технологии, на одном продукте, если это популярное что-то для компании, которая пользуется спросом сейчас. Станьте в этом специалистами, и успех к вам придет. Я не сомневаюсь. Давай вернемся вообще изначально. Ты в Америке сколько лет? Два года. Два года. Приехал, мы тебя помним, каким-то... Да, приехал маленький. Ты делал веб-сайтики. Я занимался разработкой сайтов. Сори, извиняюсь, откуда ты приехал? Я родился в Молдавии, потом учился в Киеве, не на компьютерной науке в университете. Но, тем не менее, тоже был важный этап в жизни. Потом я работал в Москве, и после Москвы переехали в Сакраменто. Ну, и в Сакраменто вы сколько уже? Полгода? Больше? Больше. С Силиконовой долине? Около чуть меньше года даже. Да, несмотря на это, довольно часто приезжают в наш город. Если вы слышали такой затейщик игры «Мафия», это Даша, жена Вити. Очень такие активные ребята, которые не дают воде успокоиться. Везде шум, все здесь происшествия. Это классно. Молодцы, очень активные ребята. В общем, переехал ты сюда. Как ты приехал? Ты нашел работу сразу или ты сюда переехал, потом начал искать работу? Ну, я свой путь рассказываю всем остальным, кто хочет учиться программированию, как самый обычный вариант, что можно сделать. Потому что у меня нет суперспособности. Я не учился в специальных университетах или мне с детства об этом не рассказывали. Да, может быть, это меня интересовало как-то. И поэтому у меня к этому есть своя страсть. Но путь достаточно простой. Берем какую-то тему, учимся. И даже не настав профессионалами, можно уже начать работу. Смотри, вот наша цель, вот возьмем вот нашу цель, это работа, так? Мы начинаем где-то вот с такого уровня. Если мы чуть-чуть вот уже подняли где-то вот на столечко, то можно уже идти на интервью. Вот назовем это интервью. А дальше вы будете уже сами учиться и сами доходить до своей цели. Вот тут, конечно, вопрос. Как? Слушай, если ты поднялся, выучил пару там... Пару глав, да? Пару глава джаваскрипта. Любого языка. И тебе не стыдно будет прийти в компанию IBM и... Ты до IBM не дойдешь, может быть? Рекрутеры, они все-таки тоже, и у них есть какое-то рекрутерское чутье. Поэтому они тебя не допустят оттуда, но уже отсюда нужно начинать. Может быть, первые удачные интервью начнутся где-то вот отсюда, но... То есть уже вы заработали, да? Вот отсюда, да. Но здесь тоже должны быть интервью, их должно быть много. Потому что не сделав этих шагов, вы не получите... То есть, знаю Витька, я знаю, что это все ты ошибки, шишки. Вот это ты набил. У меня их было много. Да, у меня было много интервью, я... Где-то вот здесь у меня уже были удачные. И потом вот, скажем так, вот этот промежуток, когда вы до него доходите, вот здесь уже начинаются удачные интервью. А в чем же фишка? Что меняется в твоем интервью, когда ты чувствуешь себя удачно? Ну, сейчас я и прохожу интервью в других компаниях, и сам провожу интервью у себя в компании. Сегодня, вот пару часов назад было одно из интервью. И я точно уже знаю, что нужно знать на интервью, по крайней мере, вот на эти позиции, в которых я разбираюсь. И оно даже не... Даже не важно, что это про JavaScript, это может быть любой другой язык программирования, вообще любая другая... Сфера. Сфера. Ну, по крайней мере, в программировании. Как это сделать? Секрета нет. Секрета нет. Просто нужно готовиться сначала к интервью, делать какой-то свой проект, в котором ты будешь делать все те вещи, которые нужны на работе, и о них спросят точно. А когда ты их сделал уже, то ты в них разбираешься. Ну, и, насколько мне известно, просто отвечай людям на вопрос, четко знай свою тему. Знай свою тему, да. Вот смотри, вот этот промежуток, вот этот, ну, вот так возьмем, скажем, это месяцы. Месяцы обучения. То есть это первый месяц, второй, третий, четвертый. То есть где-то после четвертого месяца активного занятия над собой, над изучением темы, можно претендовать на... Хорошую работу? Да, ну, может быть, и на очень хорошую, но на первую точно. Окей. Говоря о работе. Если вы еще не слышали, в Силиконовой долине, как называется школа? Моя? Да. Да, школа, как ее ни назови, называется Programming Academy of Silicon Valley, но название-то ни о чем не говорит. Но я хочу сказать и похвастаться, что наш, собственно, Витек открыл школу по программированию или по разрабатыванию, или как называется? Ну, сейчас это в форме проекта, и есть несколько групп. Сейчас мы делаем группу одну про тестирование и про программирование. Ну вот, хочу сказать, что я общаюсь с Витеком довольно часто, он сказал, что программирование может научиться абсолютно любой человек, даже если он никогда в этой сфере не был. Если вы всегда был бухгалтером, вы абсолютно, у вас мозг абсолютно может адаптироваться в программирование. Это правда, Витек? Это правда, но посмотри, да, вот возьмем первый месяц, раз мы уже придумали график, то вот здесь часть людей уйдет. Они еще вот здесь уйдут. То есть поймут, что это не для них? Возможно, нет, это может быть, они способны были бы делать, может быть, они были бы очень хорошими разработчиками, тестировщиками и смогли бы сделать большую карьеру, лучше, чем в какой-то другой области. Но, может быть, жалеют себя, может быть, нет времени, какие-то семейные придумывают проблемы, придумывают оправдания. Лично я не верю в никакие оправдания. Если ты хочешь делать, бери и делай. То есть... Жестко? Ну, нормально. Если ты пытаешься добиться успеха, ты через все, ты все аргументы выключишь и пойдешь до успеха. Это рецепт успеха. Но все-таки скажи, может ли человек попасть, какой человек может отучиться и попасть в компанию Apple, IBM, Google и так дальше? Ну, давай так. Не будем брать стереотипы, что предыдущий опыт что-то влияет. Предыдущий опыт, может быть, вам и поможет, но только придаст вам уверенности. Не более того. Все новые технологии, которые сейчас используются, они совсем новые. Им 2-3 года. Поэтому, если ты скажешь, что у тебя опыт 2-3 года или 10 лет, неважно, потому что твоя актуальная вилка опыта, она где-то вот в 2-х последних годах кроется. Супер. Ну, 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 я отвечу. Извини, извини, я не ответил. Может каждый, но нужно быть очень настойчивым. Быть, может быть, не настолько талантливым, но упорство и такое даже в чем-то упрямство, оно даст результат. Качество, математическое мышление – это все ерунда. Логическое мышление. Если вы… Способны решать проблему. Да, точно. Если ты способен решить проблему, подумать, как ее можно сделать, то да. Если у вас сразу начинается паника, то, наверное, подумайте. Ну, или, по крайней мере, попробуйте, а потом уже решите, оно или оно. Сейчас я-то думал, что будут больше мужчин в группе, но сейчас женщины преобладают, почти все девушки в группе. Я думал сначала, ну, придут молодые парни или такие вот, а кто хочет у нас сделать карьеру? Оказывается, девушки, да у них отличные результаты. Прекрасно. Я не ожидал. Я не ожидал. Думал, знаешь, там будут какие-то там, да мы там гуманитарии и все такое. Ну, я вижу твои фотографии, твои очень интересные темы. Вижу там девушки, женщины, и все преуспевают. Вот на результат. На самом деле у меня скоро сядет батарейка, но вдруг доживет. Результат. У тебя, я знаю, Артур, может, еще какие-то ребята, которых я знаю лично, они тоже попали в крутые компании. То есть это ребята, которые с тобой учились, у тебя учились. Да. Ну, у них были какие-то ожидания от этого. У них были, может быть, что-то до этого и было, какие-то наработки свои. Но они знали, куда они идут, поэтому они себе поставили цель. Все, кто поставили себе цель, они достигли. И отзывы есть в группе Facebook. Я его скину. Говоря в группе Facebook, вообще люди как могут сюда добраться, изучить это все. Скажи, как это работает в школе, сколько стоит, и можно ли моим зрителям что-то получить с этого. Ты хочешь им какое-то спецусловие? Ну, не знаю, какой-то дискаунт. Ну, давай. Смотри, значит, обучение стоит 200 долларов в месяц. Давай твоим 10% скидку сделаем. Ну, они тогда... То есть, это 180 баксов, да? Да, 180. В месяц. И сколько учеба длится? Нет, подожди. Да, точно. Да? Сколько длится учеба? Можно растягивать насколько угодно, но сейчас все упаковано так, что тестирование 3 месяца, manual и automation, а программирование не меньше, чем полгода. То есть, полгода можно получить работу в зависимости от вашей упрямости и вашей желания? Да, ну смотри, если кто-то хочет, если кто-то себе ставит цель, я хочу просто получать много денег, но ему не интересна эта сфера, то можно попробовать, по крайней мере, после двух занятий, если им не понравится, я все готов вернуть. Все деньги? Ну, это похвально. Витек, какое пожелание ты можешь сказать, что у меня осталось на 20 секунд батарейки, sorry. Да. Я думаю, что нужно пробовать. Да. Нужно пробовать. Если ты чувствуешь какое-то желание, что вот, а мог бы я это сделать, то попробуй. Супер. Ребята, с вами был Витек, Силикона Долина, Илья Карифан. Не сдавайтесь, пробивайтесь в вершины, покоряйте мир, даже если вы трокист, таксист, бухгалтер или строитель. Вы можете быть программистом, вы можете возвышать вершины технологий, печатать новые приложения, новые изготовления, новые гуглы, новые фишки, впереди еще все. Сейчас только начинается технология. Да, сейчас рынок очень горячий. Поэтому welcome, если это для вас. Витек, спасибо за скидку для наших зрителей. А, кстати, это онлайн или надо физически быть? Все онлайн. Все по интернету. Кто-то проснулся сразу. Даже если вы живете в Иркутске или в Латвии, можно учиться? Да, пожалуйста. Супер. С вами был Илья Карифан, Витек, до встречи. Пока. Продолжение следует.